Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ в студии Елеман Раимбеков. Физлицам спишут пеню по налогам с 1 июля этого года при условии оплаты основного долга. Согласно условиям данной амнистии списываются все пени, начисленные до 1 апреля 2020 года. Это касается оплаты земельного, имущественного и транспортного налогов. При этом пение списывается по тому виду налога, по которому уплачена недоимка. Такая норма обусловлена дополненной статьей Закона Республики Казахстан о введении в действие Кодекса Республики Казахстан о налогах и других обязательных платежах в бюджет. Следует отметить, при погашении основного долга происходит автоматическое списание пени. Кроме того, с 1 июля по 1 октября текущего года от уплаты подоходного налога освобождаются все работники негосударственных СМИ. Об этом гласит поправка в 341 статью Налогового кодекса Казахстана. У нас на 1 апреля 2020 года общая задолженность по местным налогам составляет 912 миллионов тенге. Из них основной долг 660 миллионов и пеня 252 миллиона. То есть мы предполагаем, это пока предполагаемая сумма, если у нас жители погасят основные долги, то мы предварительно уже спишем 252 миллиона тенге по пени. Уважаемые наши жители, пожалуйста, оплачиваем налоги, воспользуйтесь налоговой амнистией. Казахстан намерен оказать гуманитарную помощь Таджикистану в борьбе с коронавирусом. Туда отправят 100 аппаратов ЕВЛ. Для этого государство уже выделило 63 миллиона тенге. Портативные аппараты ЕВЛ используются для транспортировки пациентов в каретах скорой помощи. Они производятся в Акмолинской области. Производитель нарастил свою производственную мощность. Помимо портативных, они планируют производить стационарные аппараты ЕВЛ, которые сейчас нужны Казахстану. Производство стационарных ЕВЛ-аппаратов будет налажено совместно с турецкой компанией в ближайшее время и до конца текущего года покроют всю необходимую потребность страны, добавила Бюра Бекова. В настоящее время все оказывают друг другу помощь, все страны. И Казахстан не остается в стороне. Мы ранее оказывали другим странам гуманитарную помощь. Речь идет о портативных ЕВЛ-аппаратах, которые производятся отечественным производителем в Акмолинской области. Данный производитель расширил свое производство и подтвердил, что покроет все необходимое количество, которое нужно нам, потребность. То, что планирует государство оказать правительству Таджикистана к концу года, они смогут произвести в достаточном объеме для того, чтобы покрыть нашу потребность и оказать гуманитарную помощь. Продолжаем выпуск. Китай отправит вторую группу медиков в Казахстан. Об этом сообщил посол Китая в Казахстане Чжан Сяо. Первая группа китайских медиков посещала Казахстан в апреле. Визит группы из 10 китайских врачей продолжался 15 дней, с 9 апреля. За это время они посетили медицинские учреждения в рамках семинаров, тренингов и конференций. Поделились с казахстанскими коллегами опытом в профилактике коронавирусной инфекции и лечении больных COVID-19. Рассказали об алгоритме выявления зараженных и их изоляции, методах эпидемиологических исследований, диагностике и правилах предотвращения инфицирования медицинского персонала. «Пандемия приходит и уходит, а дружба и сотрудничество между нами останутся вечными ценностями. Мы будем продолжать наращивать взаимодействие по самым разным профилям. Китай будет продолжать оказывать гуманитарную помощь», – написал посол КНР. Казахстан вошел в топ-30 стран по заражению коронавирусом. Число инфицированных в Казахстане превысило 63 тысячи человек. Скоро ВОЗ должна предоставить ответ, стоит ли казахстанские случаи атипичной пневмонии причислять к общей цифре по коронавирусу. По данным Университета Джона Хопкинса, Казахстан вошел в 30 стран с наибольшим числом заражений коронавирусной инфекцией – 63 514 человек. Со вчерашнего дня страна поднялась на одну позицию, обогнав Бельгию. Первые места в антирейтинге по-прежнему занимают США, Бразилия, Индия и Россия. В статистику Казахстана по-прежнему не входят данные о больных пневмонии. Сегодня в Минздраве сообщили, что ждут ответа Всемирной организации здравоохранения о возможности включения заболевших атипичной пневмонии в общее число зараженных коронавирусной инфекцией. Скончался первый заместитель Акима Туркестанской области Косман Айтмухамбетов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель Акима региона Сакен Калмаканов. Причиной смерти стал коронавирус. Косман Айтмухамбетов родился 29 августа 1963 года в селе Бестубе Целиноградской области. В 1986 году окончил Целиноградский инженерно-строительный институт по специальности инженер-механик. В 2006 году окончил Казахскую государственную юридическую академию, получив степень бакалавр юриспруденции. В разные годы работал трактористом, шофером совхоза, преподавателем, инженером, контролером технического состояния, директором автобазы. Занимал должности заместителя Акима Акмолинской области, вице-министра регионального развития Казахстана, председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики. Заместитель Акима Астаны. Должность первого заместителя Акима Туркестанской области занимал с февраля 2019 года. Акима Акима Туркестанской области Руководители учреждений признают, что такой способ развлекать детей, которые остаются дома, противоречит самому смыслу организации летних лагерей. Но это единственный способ сохранить рабочие места в новых условиях. Прямо или косвенно этот сектор давал сезонную и постоянную работу 200 тысячам человек. Резонансное нападение на трех женщин произошло в городе Сарбсборг на юго-востоке Норвегии. Все они получили ножевые ранения. Одна пострадавшая скончалась в больнице, другая находится в крайне тяжелом состоянии. Задержан 31-летний мужчина, но не исключено, что он действовал не один. Инциденты произошли в разных частях города с разницей в 10 минут. Экстренный вызов поступил в полицию в ночь на среду. По данным полиции, две из трех женщин знали нападавшего. Как сообщается арестованный гражданин Норвегии. Пользователи социальных сетей взбодоражены случившимся и призывают полицию скорее раскрыть дело полностью. Европейский суд в Люксембурге отменил решение Еврокомиссии о взыскании с американской компанией Apple рекордной суммы в 13 миллиардов евро. Напомним, в Брюсселе сочли, что Apple должна расстаться с многомиллиардной суммой в рамках взыскания якобы незаконных полученных налоговых субсидий. Apple платила налоги в Ирландии по крайней низкой ставке в 1%. Подобная политика, по мнению Еврокомиссии, по сути является незаконной. В Дублине с таким вердиктом не согласились и обвинили Еврокомиссию в неправильном понимании национального законодательства и превышении своих полномочий путем вмешательства в суверенное право страны проводить собственную налоговую политику. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин